Друзья, привет! Я Александр Павлишин, и это наш очередной выпуск интервью с владельцами малого и среднего бизнеса о том, как заработать первый миллион. И сегодня у нас самый сладкий наш выпуск. Мы говорим с Алексеем Пучковым, идеологом и основателем сети Мастерния Пончики. Я инженер-механик по специальности. Вы натренируете логистику, вы натренируете качество, вы настроите ХАСП, но вы не заработаете. Мы делали так для себя, он хорошо утеклен, он из хорошего металла. Кропотливо подходить к подбору партнера. Вот это украинский менталитет. Алексей, здравствуйте! Привет, Саша! Для меня, наверное, как и для любого предпринимателя, в первую очередь, что было в начале? Как вы шли к тому, что есть у вас сейчас? Ого! Это история моей жизни? У нас пленки много, да? Пленки много, мы можем потрындеть. Ну, вообще, собственно, пончики, рождение пончиков, это и есть история моей жизни. Знаешь, это какое-то следствие каких-то процессов, которые были со мной, и она как логическое продолжение. Вот, а если говорить о том, что с чего начиналось, то всю свою сознательную жизнь, как-то после университета, я сразу, с 21 года, я, это 96-й год, если быть точным, я сразу пошел, попал в пекарню. Это было хлебопекарное предприятие, и мне там приходилось, там, 21-22 года, 23, когда мне было, делать, ну, там, все функции, которые могли быть в пекарне. Мне сказали, ну, то есть, я инженер-механик по специальности, такой технарь, вот четкий технарь. Это было просто подработка. Это было такое, знаете, ну, 90-е годы, кто там из олдов, они помнят, то есть, это были те годы, когда мы уже не, уже нету никакого, там, Украина уже образовалась, Союза уже нет, то есть, мы уже развалились заводы, а новые еще не создались. То есть, какие-то там очаги приватизации, что-то еще там, но говорить о том, что промышленность или что какой-то бизнес строился, вот это в самом зачатке этого строительства. Поэтому я точно понимал, что я не пойду на какой-то из советских заводов, типа Моторсич, Запорашталь, я к пятому курсу понял, что нет, я технарь, да, я это люблю, классно, вот, но я не пойду на завод однозначно. И уже там, когда писал диплом, мой родственник, он организовал пекарню и сказал, ну, иди туда работай, там, подработка нужна, но иди. Вот я пошел работать, пошел работать в магазин круглосуточный, пекарем, там, грузил муку, все такое. И потом, когда я защитил диплом, я говорю, а можно я останусь? Он говорит, ну, давай что-то там придумаем. Вот, и потом так получилось, что почти сразу он сказал, давай разбирайся там не просто, как грузить муку, а ты же уже и с высшим образованием. Ну, в принципе, мне нужен человек, который вот в пекарне будет разбираться и будет мне помогать. Вот, я говорю, окей, давайте, мне это интересно. Вот, ну, может потому, что, знаешь, я вот по духу производственник, меня пять лет учили на производство, пусть техническое, а не продукты. Я сказал, окей, я с удовольствием займусь в пекарне. И получилось так, что я даже, мне особо не говорили, чего надо делать. Мне не говорили, какой участок надо взять. Я с удовольствием брал все новые и новые участки, я понимал, что здесь я разобрался. А ну-ка, разберусь в снабжении. Разобрался в снабжении, а ну-ка, разберусь в сбыте. Вот, то есть мне сказали, вот, надо управлять финансами, я вник в финансы. А финансы – это такая штука, из которых, ну, собственно, складывается все. Ты, когда ты видишь, на что идут деньги там на муку, ты спрашиваешь, где она, почему ее закупили, а можно ли закупить дешевле, ты начинаешь искать муку. Вот, когда ты понимаешь, что у тебя не хватает денег, ты думаешь, а где же со сбытом, почему сбыт привез меньше денег. Вот, когда ты смотришь, водители вчера продали там тысячу каких-то булок хлеба, а сегодня вывезли 700, ты задаешь им вопрос, почему. В общем, я во все вникал, мне это было интересно, и я разобрался во всех этапах производства, хлебопроизводства и в хлебе. Слава богу, мне повезло, я встретил очень классных учителей, технологов, которые научили меня, технаря, разбираться в хлебе. Это вот, знаете, к вопросу о том, к молодежи, когда они, ну, знал ли я, что жизнь меня там столкнет с хлебом. Я учился совсем не на хлебника, да, не на производителя хлеба. Вот, но я легко пошел там совершенно в новый для себя какой-то там рынок или в новое дело. Я всегда тоже говорю людям, что, ну, это со студентами, там бывает какая-то там встреча или что-то еще, там мне задают вопросы. Я говорю, не бойтесь, не бойтесь изучать что-то новое. Вот не факт на то, что вы учитесь 5 лет, вот эта специальность, она ваша, что вы угадали с ней. Не зацикливайтесь. Ну, то есть я вам приведу, из 170 человек будут те, которые не угадали и пошли не по специальности. Мы часто принимаем решение там, куда пойти учиться, ну, так, с друзьями, там, за компанию. Тот пошел, оценки так сложились, что на этот факультет мы пройдем, там, да, ЗНО, не хочу сдавать это, а вот баллов хватило на то. Главное же корочка, отучусь, а там вот как оно будет. Мы, как говорит мне знакомый доцент, он говорит, сейчас студенты, все стоят в очереди за дипломами. Вуз не имеет значения. Очередь 5 лет. Ну, то есть ты достоял очередь, получил, практически не имеет. То есть 3-4 вуза в стране, которые корочка принципиально имеет значение. У меня просто знаковый момент был буквально вчера. У меня первый раз за сколько я, 13 лет назад закончил универ, вот у меня вчера попросили первый раз мой диплом. Вот сейчас только, да, а у меня, да, тоже, тоже вот где-то так, может быть, через 20 лет. Ну, вот реально, ты правильно говоришь, так и есть. Вот, и получается, что, ну, и самое главное, что вы, не факт, что вы угадаете, и это не страшно. Ну, то есть меня столкнули с хлебом, мне стало интересно, я увлекся, начал разбираться. Я говорю, пробуйте, знаете, вот это вечно, а чем я буду заниматься? И в итоге ничего не делаешь, только, знаете, в поиске себя бесконечно. В общем, начни что-то делать, погрузился, начни делать, поймешь, твое, не твое, другое что-то. Не бойся брать на себя ответственности. Вот у меня был такой момент, что я хотел брать новую и новую ответственность. Мне, что там со сбытом? Я говорю, я разберусь в сбыте, все, не надо мне никого. Я поехал в магазины, там, начал понимать их там больше, что они хотят, потребность, ассортимент, что-то еще. Приношу ее в цех, делаем. Ну, так. Поэтому и деньги любой работодатель платит за уровень ответственности. Да не за твои компетенции, это потом он посмотрит, как ты разберешься. Вот как ты можешь брать еще и еще ответственность, нести ее там, выполнять, брать на себя этот груз. Вот за это действительно платят деньги. Поэтому не бойтесь выбрать. Вот так было у меня. И если перейти чуть-чуть в пончики, то есть я все, что связано с хлебом, я знал и разобрался. И в 2007 год был такой переломный этап, когда у меня уже впервые я начал произносить слово пончики. Это было после поездки в Германию. Я увидел там вот эти большие пончики. Они называются в Германии берлинеры. В Австрии они называются крапфены, они такие чуть меньше. Это берлинер в Америке? Да, берлинер в Америке, наверное, донат, да. Но еще так считается, что донат это вроде бы тот, что с дырой, тот, что с отверстием. Вот американские, они больше с отверстием, маленькие или большие, но вот с отверстием. А берлинеры с начинкой? А берлинеры, они такие большие дрожжевые, да, и туда начинка, совершенно верно. Вот, по-разному украшены, что те, что те, украшены глазурью, там еще чем-то. Или же просто разная начинка, вот этот большой дрожжевой, как вот немецкий пончик. Крапфены, они шариками такими, они бывают даже соленые там, с чем-то еще. То есть не обязательно сладкие, они бывают солеными, как сырные. Вот. И я притащил эту идею сюда, в Запорожье, там, закупил даже оборудование и все. То есть, ну, там, это стоило мне, ну, тысяча двадцать евро, наверное, стоило. Это такой стартап или как это сейчас называется, идея. И неплохо управляющую пекарню из Арбатова, я смотрю, да, если у вас были 20 тысяч долларов, которые... Это ж в рамках расширения пекарни, это вообще не свой. А, то есть это вы пришли с идеей и сказали, что давайте, ребята, попробуем. Конечно, да, 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 это я пришел к собственнику. Вот. На тот момент я еще там не был соучредителем, я был директором. Вот. И я сказал, давайте, я вижу вот еще одну линейку продукции, которая расширит нам сбыт и даст нам товарооборот. О, окей, сказали, инвестируем, инвестируем. Ну, сам справишься, справишься, ну, инвестируй. Вот. И так это было. То есть, ну, тут я благодарен собственнику. Он, это может тоже такой полезный момент, что, ну, меня никогда особо не зажимали. То есть, знаете, такой контроль, ну, может потому, что у нас так семейный бизнес. Но, или ввиду того, что, знаете, такой занятости и основного собственника, он пошел дальше, новые и новые бизнесы. И он понял, что в хороших руках бизнес хлебопекарный, все окей. И не просят денег, и это ж норм. Ну, то есть, я там, если я и выходил с вариантом инвестиций, я говорил, как там, вот тут кредитные ресурсы, вот тут собственные. И мы там принимали с ним решение. Вот. Но в остальном, там, в идеях и во всем, тут он мне доверял полностью, и я творил. Вот. Ну, и не сильно меня наказали за то, что все-таки это был факап с берлинером. Потому что проект, который я там, ну, чуть-чуть расширил цех, сделал отдельный участок, закупил оборудование. Запустили. Он просуществовал реально месяца три. Вы их хотели продавать, вот точно даже как хлеб в киоско? Да, да, Саша, совершенно верно. Я хотел пойти по такому же пути, как и с хлебом. Ну, то есть, речь шла в том, что я выпекаю как продукт. Есть у меня булочка такая, есть рогалики из хлебушек, а есть еще вот берлинер. Я его выпекаю на предприятии, начиняю разными начинками, упаковываю в коробочку красивую, ну, там, в корекс, пленочку, и поставляю в магазины партнеры. Ну, тогда зарождались сельпой и прочие вот такие сети, с которыми работали, сети, не сети. Поставляю в магазины партнеры вместе с хлебом. Потому что у них срок реализации тоже где-то сутки у этого изделия. Может, 36 часов в упаковке. Вот не пошел именно вот этот вариант, что пончики были, ну, как, новый продукт было воспринято. О, интересно, мы там выставку подтянули, и на выставке там был фурор, всем понравилось. Но потом, переваривая это, я понял, фурор был, потому что они были, привозили все время горячее, горячее, но с пекарни привозились, и тут же давались на дегустацию людям. И, конечно, они брали. Вот. А потом вот этот расклад, когда поздним вечером печется или ночью, потом остывают, упаковываются, везутся в магазин, там лежат 6-8 часов, 10, для того, чтобы дождаться покупателя. Они воспринимались покупателем, как такой, знаете, калорийный взрыв, но такой хорошо уже остывший, давно-давно сделанный. Хорошо, если немножечко наперед забегать, если сравнивать с тем же Dunkin' Donuts, да, вот в чем их успех, почему они смогли, а у вас нет? Возможно, просто не было достаточно маркетинга для донесения этой информации к людям. Может, люди не готовы были, может, вы преждевременно это все дело запустили? Ну, насколько я изучал Dunkin' Donuts, все-таки там есть принцип, что производство, насколько я там знаю по России, у них так, производство и объекты в непосредственно какой-то логистической близости. Да, но все равно они же холодные. Они холодные, они украшаются на точке. Вот украшаются, они выпекаются. Они делают это уже на точке. Они украшаются на точке. И, наверное, у человека восприятие, что вот перед тобой... Для меня сделали. Для тебя таки сделали вот здесь, да. У них вот эти все посыпки, шоколады, глазури на точке. Вот, а тебе привозят лишь вот эту заготовочку, этот же, да, большой берлинер или этот донат с дырочкой, тебе приносят с производства, которое территориально рядом, да, остывший. Вот, поэтому как-то так. И у них эффект, вау-эффект вот в этой вот красоте, подаче, там, вот такой вот. Вот, но мы, мы посмотрели другой американский вариант, на который нас и натолкнула вот эта обратная связь, что пончики должны быть горячие. Ну, все классно. Ну, во-первых, знаете, я сейчас, я уже там много, там, смотря в Европе разные продукты, понимаю, что вводом каких-то локальных продуктов, но таких свойственных какой-то отдельной Австрии, Германии, Израилю, надо быть очень осторожным, применяя его здесь. Ну, на своей родине. То есть, как-то так сложилось, что все-таки, ну, там, ну, не очень понимают, там, рогалики, корншпиц, на тебе, говорит, корншпиц в Австрии продается миллионным. И это, это такой маленький рогалик, там, с сольным, какой-то зерновой, чуть-чуть солененький. Вот, такой маленький рогаличек свернутый. Мы пытались его произвести, люди вообще не поняли, что это такое. Ну, то есть, вот так. Поэтому, так и с берлинами получилось. Я хотел притянуть этот продукт. Он, конечно, уже понемножечку здесь там есть и все, потому что название у него пончик, а пончик все-таки, ну, нам знаком, у многих ассоциаций из детства. Но когда ты начинаешь углубляться вот в эту, а ну, расскажите, какая у тебя ассоциация, что у тебя из детства, они говорят, ну, вот, выпеченный, вот так вот в масле, посыпанный сахаром. То есть, они все говорят все-таки эффект приготовления перед тобой. И мы поняли, что нам надо только так. Если я оставляю эту идею пончиков у себя, ну, она мне все-таки вот была близка. Нагрела душу. Да, да, она нагрела душу. Я, знаешь, как я говорю, ну, то есть, идея не пошла, но там мечта осталась. То есть, мечта сохранилась, я все равно с ней шел. И вот там, ну, прошло еще там какое-то количество лет, когда я на очередной европейской выставке увидел это оборудование, вот оно американское как раз, которое готовит эти пончики маленькие. Это уже другой пончик, он там бездрожжевой. Ну, он может быть разных технологий, у нас бездрожжевая смесь. Когда он готовится при тебе, эффект при тебе. Все, вы заказали, говорит, вам сколько, 8, нажали кнопочку, 8 при тебе пожарились, и ты горячие их дал. С пудрой ли или с топпингами, мы пошли уже дальше, джемы, поливки, посыпки. Это мы уже пытаемся сделать немножко шоу, немножко вот этой красоты. Когда люди говорят, так они же помнить, ну, о них в памяти донатцы, да? Они же украшенные должны быть. А что у них внутри? Я говорю, посмотрите его, он весит 10 грамм, что тут еще внутрь запихивать? Вы что? А, ну да, ну да, это ж на один укус, ну да, на один укус. Вот. И вот эту машину я притащил из Америки, то есть четко я ее там с ними на выставке законтрактовался, притащил из Америки, потом купил вторую. И что, она обошлась? Она стоила, там и сейчас есть представитель, у нас уже сейчас есть представитель в Украине, они продают за 14 тысяч долларов. А первая мне стоила 8 с чем-то, ну, может, с привозом где-то 9 с чем-то. Которая, вот самая первая, которая холодная ела, которая, вы сказали, 20 тысяч вы потратили. Нет, 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 она была совсем другая. Да, осталась и стоит. До сих пор? Да, да, она стоит, она. Мы ее пытались... Так может... И она уже никому не нужна, уже не удивишься. Запорожские донаты? Нет? Нет, нет, не буду делать. Она заточена даже не под донаты, а под Берлина, без дырки. А этим уже никого не удивишь, уже так и сельпо печет, такие штуки поставила. Вот, и это уже... Ну, она стоила 20, стоило все, там, с реконструкцией цеха, с участком, который применил под другое. С полностью нести цех. Сама машина стоила десятку. Вот на десятку рубаря мы попали, и то, что потом оборудование ушло на склад. А вот эта американская, она делает при вас, размеры, там, ну, можно регулировать, может, 10, 12, 14. Аналог того, что у вас сейчас есть. Ну, я так понимаю, более крутой, да? Вот это четко она. Вот американская машинка у нас сейчас здесь. А, сейчас у вас здесь. Вот это она сейчас здесь, да. И нашей на второй точке, там, вторая, которую я уже привез, потом вторую. Вот там немножко уже более современную, там, через два года спустя. А для франчайзинга, опять-таки, наперед забегая, вы предлагаете варианты или-или? Для партнеров, да, мы предлагаем вариант другой, подешевле. Я нашел альтернативную машинку болгарскую. Вот, она не такая крутая, ну, так мы ее называем, не такая экшн, как американская. Вот, ну, и эти американцы, они, знаете, они как, ну, как немцы, с такой, знаете, столетней историей. И у них там все, вот, от мини-производства до заводов по производству донатов. Ну, то есть эти, все, что связано с пончиком или, там, вот, с этими жаровнями, фритюрами, это, вот, номер один вообще в мире. Вот, потому что... Часто говоря про болгарское оборудование, первый раз вообще в своей жизни слышу. Болгарское оборудование, это, вот, я про американца рассказал. Есть англичане у этого болгарина, покупают и продают у себя, вот, готовый набор смеси, как вот бизнес, типа, как мы настраиваем. Продают в Англии, при этом не берут какой-то немецких аналогов, я так и не нашел. Вот немецкие... Ну, в целом, если болгарское называть европейским, то звучит очень хорошо. Да, да, вот я так и называю, это в европейских аналогах. Ну, и когда мы познакомились с этим промышленником, ну, достаточно, он много времени именно пончиковой машине уделил. У нас схожая с ним история, он тоже, там, о пончиках грезил, мечтал, увидел эту американскую машину, сделал ее, там, он... Он время смотрел на этих американцев, ну, то есть, может, как китайцы, пытался что-то копировать. Настоящие художники воруют. Да, да, воруй, как художник, да, или как это, да, кради, кради, как художник, это нормально. Вот, поэтому он, конечно, когда ему сказал, что у меня машинка американская, он такой, это мой идеал. Я говорю, окей, то есть, вы под нее копировали, он такой, максимально старался. Я говорю, окей, ну, только у меня стоит 4,5 тысячи евро, а это сейчас 14 долларов. Ну, как для франчайзи, когда ты планируешь инвестировать, ты решаешь... Для того, чтобы прощупать, понять, стоит ли. Ну, да, да, да. Ну, то есть, когда ты скажешь, что ваши инвестиции 14 только в машинку, тебе скажут сразу, пока я не готов. Ну, то есть, когда здесь это было, знаете, так, для себя, для души, там, не на... Франчайзинг родился потом. И мы это делали, я понимал, что, ну, это мечта, которую я ж нянчил, там, десяток лет, да. Поэтому я такой увидел машину, я понял, что это оно, знаете, вот, как вот этот вот выстрел в голову. Вот, и все. Поэтому там уже было неважно, сколько она мне будет стоить и сколько она будет окупаться. Это вот история не про то. Поэтому я даже, знаете, как, может, я неправильный бизнесмен, что очень часто в каких-то своих вот таких вот интуитивных там идеях, будь то ассортимента, расширения производства, чего-то еще там, новых рынков, я не считал, как вот теперь знаю, как правильно делать. Ну, как учат, смотрите, проанализируйте рынок, подбиньте его емкость, проверьте целевую аудиторию. Да нет, вообще тупо, бежали и все. Очень часто так бывает. Вы просто начали с того, что вы досконально старались во всем разобраться, да, но когда вот речь заходит о какой-то фанатичной идее, у тебя сразу переключается мозг, думаешь, на хрен с ним, ну, что-то как-то будет. Ну, как-то получится, конечно, ну, я же в это верю. Да, да, да. Ну, и видите, получается, ну, либо вот эта энергетика, она там передалась, либо все-таки, ну, интуиция не подвела, я там, не знаю, знаете, мне нравится формулировка, что интуиция – это ваш опыт. Вот, ну, то есть понятие, что же такое интуиция, да это ваш жизненный опыт, наслоенный годами, и ты думаешь, что это интуитивное решение, а просто опыт в тебе уже все взвесил, поговорил, мозг удался, ну, пойдет, бери. Вот, поэтому тут была вот такая вот идея, и меня еще, знаете, когда я только запустил, что убедило, что я попал, когда я такое открыл, и, ну, наверное, только ленивый мне не сказал, я об этом думал. Вот я тоже так думал, знаете, я такой, ну, какие-то бизнесмены, знакомые, еще кто-то писал. Сидя у мамы на кухне, думают, вот как бы… Не-не, вот прямо, ну, какие-то знакомые, я знаю, что, может, у них там и денег побольше. Я такой, ух ты, ух, так я, значит, быстренько, я подсветился, молодец, потому что у него точно больше денег, а он тоже об этом думал. Вот, то есть я опять, я, получается, чуть-чуть на повороте его обошел, но как в бизнесе часто, видите, вот. Может быть, почему я себе еще оправдание вот этим своим не идти по правильному пути. Я еще так, если я пойду по правильному, я могу потерять время, понимаете? То есть я тогда буду, проанализируя, сколько рынок, а в этом ли действительно ли нуждаются, а как кто там мой покупатель, а готовы ли они платить за это или за это. Вот упаковка такая или такая, дизайнеров привлеку, тут раз уже создали продукт, вот черт. А мы как-то тут все жуем тему. Вот, поэтому, ну, может это потому, что я еще, знаете, там, ну, можно сказать, там, из начала двухтысячных, тогда это все, вот, правильность вот этих всех методов мало преподавалась и мало об этом говорилось, и все было на интуитивной занятии, ниши, да. Высмотрел, пошел в нее, занял, вот так, ниш было больше. Поэтому, знаете, мы так их занимали, достаточно несложно их видели. Сейчас их все меньше, и поэтому уже, продукт должен быть там здорово уникальным, чтобы какую-то новую нишу найти. Или сервис, или услуга должна быть очень уникальна. Вот, ну, или мне нравится, как Федорев говорит, ну, сделайте ее просто гениальной, эту услугу, и к вам пойдут даже если. То есть не пытайтесь ценой. Вот ценой, как-то так у меня получилось, у нас в пекарне даже средний плюс, вот ассортимент изделий, нашей пекарни урожай. Мы объемами, ну, совсем далеко не лидеры запорожского рынка. Мы все-таки локальный производитель. Ну, то есть есть заводы крупные, которые производят 90% продукции. А мы такая небольшая пекарня, которая там подбирает что-то там. Вот. Но при этом нас вот оценивают, как конкурентов на рынке хлеба. И это потому, что мы никогда не пытались подделывать продукцию хлебозавода. Мы всегда хорошо пытались его дополнять. То есть он делает какие-то вот такие хлеба, там массовые, там белые, серые, какие-то блочки. А мы раз какой-то интересненький, а раз какой-то на заквасочке, а раз какой-то там цельнозерновой или что-то еще. Заводу неудобно и неинтересно с этим париться. Оно и небольшие объемы, и сложное ему физически, и трудозатратно. А мы можем это организовать. И поэтому, знаете, заводы всегда так уважительно относились к нам как к конкурентам. Ну, и я к ним точно так же. Я говорю, вот я даже не отщипываю от вас ваш рынок. Мы все время вместе на полочке. Вот, поэтому... И вот этот средний плюс, он же такой выбагловый клиент. И нас приучило удовлетворять такого требовательного клиента. Тем, что мы были в сегменте среднем. И мы никогда не пытались сделать то же, только на 3 копейки дешевле. Ну, это довольно такой простой метод. И он утопичный достаточно. Ну, то есть он временный. Ты растворяешься, ты теряешься. Люди не понимают твою уникальность и уходят, скорее всего. Легко переходят на другого, предложившего опять на 2 копейки. Вы оказались с оборудованием, привезенным со штатов сюда. Ваши дальнейшие шаги. Вы пришли, сказали, я тут на выставку съездил и купил. Да. Что дальше было? Ну, дальше был процесс. Он был не дальше, он был параллельный. То есть, конечно же, мы закупили оборудование. И параллельно велась такая работа. Но так совпало еще, что я параллельно вел работу по поиску места для объекта собственной торговли. Он даже предполагался как теоск из пекарни. Фирменная торговля. Да, фирменная торговля пекарни. Да, сейчас это модно. Ну, даже не столько модно, сколько это, знаете, такой крик души от производителя. У нас диктат сетей очень большой. У вас в Днепре вообще прямо сильный-сильный. У вас такой, знаете, очень, ну, все сетевики практически. Вот какой магазин? Сетевики, там, Сельпо, там, Ашаны. Ну, такие крупные сетевики, сетевые игроки. АТБ, конечно же. Вот. И сетевик, он закручивает в своих интересах производственника. Так что, как, знаете, говорят, вы можете работать с этой сетью, вас научат работать. Вы натренируете логистику, вы натренируете качество, вы настроите ХАСП на предприятии, ну, вы настроите ИСО 9000, там, и все. Но вы не заработаете. Самое главное, заработать денег не получится. Вот. Вот такая ситуация с сетями, а, конечно, и, но они дают объемы продаж, поэтому производитель вынужден к ним идти. Но чтобы создать все-таки где-то зарабатывать, объекты собственной торговли, они спасают. Потому что, первое, вы получаете хорошую представленное своего продукта, а не ту, которую выберет сетевик. Он скажет мне, вот это, вот это, вот это. Так ты решал, у меня же 10 наименований классных. А он выбрал какие-то 3, а может, они очень маржинальные. И ты такой, ну, ладно, 3 вози, а как же 10, 15 моих остальных или там 25. Вот. В собственном торговле ты можешь представить все. Там твои покупатели, там не маркетинг решает, а прилавочные, часто прилавочная торговля. То есть классные продавцы хорошо расскажут о твоей продукции. Ты получишь лояльного покупателя. И самое главное, ты получишь деньги вечером. От сети ты получишь их через 30, 40, 50 и более дней. Вот. А тут ты получаешь деньги вечером. Это оборотные средства, это развитие предприятия. Поэтому производители ринулись все, мы сейчас видим много, и мясники, и колбасники, и хлебники. Все в собственной сети. То есть я это называю, ну, мне не очень это нравится. То есть, знаете, я все-таки считаю, каждый должен заниматься своим делом. Я должен сосредоточиться на продаже, на производстве продукта, а его пусть продают. Будь то маркетинг, будь то продавцы, кто-то, кто хорошо понимает в ритейле. Но не завжды. Получается вынужденная мера все-таки и то, и то. Вот. И планировался этот киоск как объект фирменной торговли урожая. Конкретно вот этот? Вот этот, да. И еще у меня там есть один тоже, который так и стал фирменным киоском Хлебодара. Пончики там территориально не зашли. Вот. И параллельно занимаемся, завезли оборудование, начали на базе урожая экспериментировать. Самый главный теперь вопрос, а какое же будет тесто? Как же мы будем готовить тесто? Вот. Это очень важный момент. Этот момент мне, я сразу не придал значения, спросили американцы. Все они при продаже спрашивали. Да, они при продаже. Они говорят, что вы покупаете. Да, они говорят, а смесь надо? Смесь пончиковая. Ну, есть смесь там стопроцентная, когда ты просто добавил воду. Это идеальный вариант. Есть смесь, когда ты 50%, но еще надо муку, там сахар, яйцо какое-нибудь, что-то еще. Вот. Это сложнее. Ну, так и в хлебопечении тоже есть. Они спросили, говорят, потому что мы можем предложить. Ну, типа, у нас есть партнеры, будете импортировать смесь? Марин, то не, по 5 баксов еще из Америки. Вы что, не? Вот. Ну, типа, я хлебопек разберусь. Он такой, а, окей. Вот. Ну, и у меня на вот это разберусь ушло 3 месяца. То есть мы действительно поняли, что это не простой вопрос. Вот. И мы сразу там, ну, понятно, как хлебопеки, как технологи. У меня хорошая база, хорошие специалисты. Мы создали разные изделия. Разное тесто сделали, начали их тут же на машинке жарить. Вот. Мы поняли, что сложный вопрос, если смесь дрожжевая, потому что покупатели нестабильно подходят. Заказали, а потом нет, оно перебраживает, и уже не тот кончик. Мы поняли, смесь должна быть другая. Вот. Ну, в смысле, не смесь, а теста. Вот. И когда у нас, ну, 2 месяца экспериментов, реально таких четких, 2 месяца экспериментов, подходит, не подходит, добавляем, уменьшаем, слажа делаем, ванильнее и прочее. А зашло одной половине, второй не зашло. Третью группу фокус собираем какую-то. Вот. И потом, когда мы уже создали окончательно тесто, мы его сделали, вот, мы поняли, что нам для идеальной работы наших здесь продавцов, которые не технологи, то есть это же девочки, ну, как это, набрали по объявлению, да? Ну, шучу. Вот. То им надо ставить простую задачу. Если у них задача будет взвесь килограмм муки, выбей 2 яйца, добавь 50 грамм сахара, щепотку соли, то ошибка будет на каждом этапе, может быть. Завязка под человеческий фактор, вот, не может быть, или она должна быть минимально-минимально. Вот. Поэтому мы поняли, что нам надо родить какую-то смесь, нам надо вот это тесто перевести в сухую смесь, чтобы она была просто добавить воды. Ни яйцо, ни сахар, ни соль, больше ничего не делать. Девочки должны добавить воду. И все. Ну, и потом месяц у нас еще ушел на работу уже с специализированным заводом в Украине, который занимается с месями и продукцией сырья для хлебопечения. Мы вышли на них, это наши партнеры по пекарне. И поставили им такую задачу, и совместно наши технологи были у них на заводе, они приезжали к нам. Вот. Мы тренировались и создали смесь, которая стопроцентная, вот та самая, которую предлагал мне американец. Только она у нас получилась, но не 5 долларов, а 2,5. Супер. Вот. И в итоге мы родили смесь, которая добавляет девочке просто, мы им говорим, 600 миллилитров воды на килограмм смеси. Девочка замешивает воду, взвешивает смесь. Все. Тестомес залила, тесто готово. Минимальное познание. То есть девочки приходят такие сразу, ой, а тут тесто. Мы говорим, не надо тебе знать тесто, ничего страшного. Мы понимаем, что сейчас не то время, когда вас мамы научили всему готовить борщ, вмесить вареничок. Вот, поэтому вот это было самое главное. И сейчас, потом, когда уже общаясь по франчайзингу, по вопросам, я понял, что вот таких вот ребят, запустивших пончики одновременно со мной, или даже, может, немножко раньше, но потом, не реализовавших свой проект, было в основном из-за того самого теста. То есть конкуренты были? Ну, не трудно их назвать конкурентами, но позвонили там. Один из Краматорска, один из Ровна. Ну, просто вот так вот. Ребята, частные предприниматели, у которых просто была тоже идея. Я там не спрашивал, как она у него родилась. Вот, была какая-то машинка уровня, вот той самой болгарской, или какого-то китайца где-нибудь, вот, и который говорит, а какой вы тесто, можете дать рецепт теста? Я говорю, дружище, а это самое главное. Ну, не могу, это моя интеллектуальная собственность, это не совсем тесто. Тогда вы еще не задумывались о расширении? Я не задумывал франчайзинг, да. Это только там начали пробивать какие-то. Ну, идея франчайзинга возникла через год функционирования точки. Где-то через год. Когда мы поняли, что идея очень заходит, ну, то есть, знаете, все больше, даже знаете, кто нас подтолкнул? Нас подтолкнули ребята, они были в Запорожье, которые фотографировали через стекло, ну, там, задавали вопросы, там, а что за тесто у девочек, там, а скажи рецепт. Я думаю, ну, это как-то вот не для себя, не для жене сказать, там, да, что ему понравились пончики. Это, ну, точно какой-то, знаете, такой уже промышленный шпионаж. Да, да, пошел. И думаю, о, стоп, как-то мы уже засветились нормальненько так. Пошел промышленный шпионаж. То есть, смотрю, коробка фотоют, но фотоют так, знаете, вот коробку прямо там забрал, да. Ну, то есть, это не, мы тогда еще не подписывали их, там, да, чтобы для инстаграма фоточки. Это так, думаю, ага, ну, тогда надо быть, надо на опережение работать. На опережение работать. Надо работать на этих же людях, если люди... Возможно, даже на них, да. То есть, тогда надо о себе заявить более громко. Вариант один. Это мне сейчас масштабироваться еще десятком точек. Вот. И как бы уже, ну, точно забить место на рынке. Любой другой одиннадцатый будет восприниматься как, ну, ты кто тут такой? Ну, вообще, ну, то есть, есть майстерня Пончикова, есть Вася с горячей донат. Ну, что это? Вот. Поэтому масштабироваться своими средствами, ну, на тот момент уже было достаточно сложно. Это был, это были вот уже годы там семнадцатый, семнадцатый, восемнадцатый. Ну, такой, знаете, вот уже так, ну, война уже в разгаре. Ну, таких финансирование банков такое себе. Стартовали вы в каком году? В шестнадцатом, по-моему, мы четыре года сейчас отметили. Да, шестнадцатый год вот мы запустили. Год она работала так органически, без маркетинга. Стартовали вы, собственно, тоже в такие непростые времена? Тоже непростые, да. Но мы стартовали, знаете, как, ну, то есть это была машина куплена там чуть раньше. Процесс постепенный, постепенный. Строим точечку так, там, три месяца мы ее сами варили, привезли сюда. Потом еще год ушел на вот это вот благоустраивание здесь территории. Здесь были серьезные хащи страшные. Вот. Борьба с местными жителями, там, что тут я с пивнухой пришел? Да нет, не пивнуха, это будет чай, кофе. Да, ладно, посмотрим, смотри. Вот. Вот, потом увидели, что я тут уже и кустики посадил, и тропинки сделал. Ага, ну, молодец, ладно. Еще вы тут любимчик надели на районе, да? Я тут уже, да, уже свой. Они уже говорят, а там, может, там сделаешь? Я говорю, нет, наглей. Ну, ладно. Такое, знаешь? Вот. Ну, в принципе, уже да, когда и поднялись кустики, сейчас мы уже с ними, мы партнеры. Мы такие партнеры, мы сейчас думаем, что тут облагородит где-то. Вот. Поэтому такая постепенная работа, вот, она тоже требовала вложений. То есть, по факту, вот, вот этот объект, если говорить об инвестировании, да, то он стоил порядка 700 тысяч гривен здесь получилось. То есть, это... Это по разным курсам. Ну, считайте, он плюс-минус тогда уже был, после 14-го он уже стал там под 20-ку, да? Ну, то есть... То есть, средний где-то 30 тысяч долларов. Под 30 тысяч долларов, да. То есть, если всех инвестиций считать, киосочек, благоустройство, тропинки, газон, рулоны, все вот эти дела, то я такие крупные инвестиции так накапливаю и потом окупаемость считаю. Вот, поэтому за 700 получилось общее. То есть, ну, 27 точно. И, ну, на этапе продолжения финансирования здесь открывать еще какие-то, которые точно где-то 15 надо, чтобы открыть. Ну, как минимум, машина будет стоить, там, если такая же, то 10, киоск, ну, даже вот где-то близко к 20. То у меня на тот момент не было, ну, такого поиска инвесторов. Как-то так я, партнер сказал, что, ну, я сейчас тоже как бы не могу, у меня тоже не очень времена. Поэтому я понял, что мне надо масштабироваться своими силами сложно, масштабироваться силами, деньгами партнеров – это франчайзинг придуман для этого. Я даю готовую модель, мою интеллектуальную собственность, а мы, мое имя работает, я получаю гораздо меньше, ну, какая-то копеечка. Но марка или там бренд продолжает создавать ценности мне и всем остальным, и мы закрепляемся уже. То есть у любого другого возникшего в пончике ты просто гуглишь, выскакиваю я, и ты понимаешь, что зачем идти соревноваться, может быть, проще пойти по готовой модели. Вот так родился франчайзинг, это было через год. Вот. И мы тогда параллельно с франчайзингом, конечно же, мы начали полностью настраивать процессы все здесь. То есть если это продавать как бизнес, то, ну, мало рассказать вот эту интересную историю, как я там к этому шел, и все, давай теперь и ты, брател. Ну, а что, а как? Вот. Но у нас было понятно, что мы дадим, мы даем полностью оборудование, мы поставляем оборудование, мы полностью вам даем чертеж там кухни, чертеж вашего объекта, мы полностью проектируем объект, сопровождаем открытие. И самое главное, мы даем смесь, которой вы не будете морочиться, вы получите вот этот вкус, он всегда один и тот же. То есть я, как мой бизнес, становился в поставке смеси и в роялти, ну, как весь франчайзинг. Ну, еще у нас есть фабрика кофейная, это тоже наша, Исла, это наш кофе, это вот кофе тоже партнера, поэтому кофе у нас, в смеси кофе мы поставляем. Кофе-машинки, это уже партнер, то есть я поставляю пончиковую машину, помогаю по оборудованию внутри, или говорю партнеров, делайте сами, или там даю хорошие цены от запорожских производителей, там столы, чего-то еще там нержавеющего. И все, потом поставка смесируется. На каком этапе у вас появилась ваша вторая точка? Вторая точка у нас появилась, у нас вторая была в фудкорте ТРЦ. Это вот как... Вы начали экспериментировать с форматами? Да, да, совершенно верно, Саша, ты прав. Мы поняли, когда, ну, либо, знаете, как, не помню, сами мы решили, или же тоже были, когда стали появляться желающие партнеры, ну, потенциальные партнеры, мы там, ну, через контекст мы начали рекламироваться, сделать через Google, сделали лендинг, вот. И так хорошо, ну, хорошо пошли плиты, да, ну, то есть пошли заявки, вот. Ну, плюс еще там я на своей страничке сделал такой пост, он очень, кстати, очень много пришло заявок с моего первого поста, там было что-то тысячу с чем-то лайков и, ну, сотни перепостов, что-то на уровне, там, 300 перепостов. То есть работал личный бренд? Трехсот перепостов было, да. Круто. Вот. И вот начали люди заходить, появляться, и они стали говорить, а там и только ли маф искать, вот у нас есть неплохой фудкорт, мы, как нам кажется, кофе, пончики зайдут. Мы говорили, ну, давайте его пробуем. И подворачивается у нас в ТРЦ Аврора у нас есть, подворачивается там место форматом очень неплохим, как для нас, они такие обычно большие места, и, соответственно, по аренде там 50-60 квадратов, нам столько не надо, нам хватает 20-30. И там как раз высвободилось место, 25 квадратов. И мы такие, с ними подписываем договор, такой очень сложный, как все с ТРЦ. И заходим в этот формат, как бы делаем его, заодно самим прощупает. Раз спрашивают, как формат ТРЦ, фудкорт, мы его сами прощупаем, мы его делаем. Вот, но вот это такой был, знаете, опыт, он так и не окупился, он плохо себя показал. Ну, либо это проблема этого ТРЦ, вот, ну, не знаю, либо, ну, там, знаете, там такая сложность, ну, фудкорт аж на пятом этаже. На пятом этаже вроде бы кинотеатр, он якорь, да, но люди транзитно, они приехали, купили попкорн, посмотрели фильм и слетают вниз на лифте, они в фудкорте не остаются. Вот, и получается, что там такого походов по ТРЦ, такой гульки, прогуливания, денег, ну, отдыха в ТРЦ, когда ты захотел кушать, как по факту, особо нет. Ну, все очень зависит от планировки ТРЦ и потоков. Да, 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 вот мне даже собственник говорил, ну, не собственник, а я общался с архитектором этого ТРЦ, он говорит, там несколько раз меняли собственники, каждый пытался гнуть свое проектное видение, он говорит, вы архитектор? Нет, я собственник, ну, я архитектор, можно я буду вам говорить, как надо, а не, я понял, что вы с баблом, но поверьте, вот правильно так, и он говорит, меня столько раз, он, проект это там шестой вариант, и я уже делал вот так, хотите, нате, знаете. Вот, поэтому, может быть, это проблема этого ТРЦ, ну, может быть, где-то там наша, но мы поняли, что пончики все-таки не воспринимаются, как перекусить, когда ты, ну, там, бургеры, там всегда сидели люди, вареники, там тоже вроде бы как люди были, но хуже, но сидели. Вот бутерброд перекусить норм, вот там, на фудкорте, а вот пончики, это такой десертов не доходит. Для десертов не доходит, да, он на десерт, у него был напиток, чисто пойти десерт, а дети проголодались, пусть уже что-то съедят, бутерброд, что там пончики, вот, и так и получилось, что вроде как, ну, и так мы потом нашим потенциальным партнерам говорили, смотрите, фудкорт, честно говорим, вот ваш, вот экономика, вот как было у нас в фудкорте. Конечно, цена аренды посильная, согласен, у вас там даже дороже, но, видите, мы ее не вытянули, потому что все-таки десерт, это, наверное, не зона фудкорта. Фудкорт, наверное, Пузата Хата, что там, Челентана или Макдональдс, КФС, вот так воспринимается, а десерт вот под вопросом. Но когда хочу-хочу, ну, знаете, мы, ну, с партнерами всегда такая ситуация, да, мы вам сказали, что мы бы, мы не готовы, вы тогда готовы, что окупаемость будет не как мы вам прогнозировали больше. Ну, когда партнер говорит, да, окей, ну, то есть это не всем деньги мои последние, или там я все равно хочу, я понимаю, я верю, что я могу какими-то инструментами привлечь к себе, мы тогда говорим, ну, возможно, вам виднее. Вот. Вторая точка была в КФС, мы ее закрыли спустя год и четыре месяца, когда мы вошли на второй уже круг, у нас была уже полная статистика, понял, год отработали, теперь мы уже видели и начали анализировать месяц к месяцу. Она была убыточная или она была непригодная? Она была, она была такая, знаете, несколько месяцев с плюсом, потом минус, ноль, минус, ноль, минус, минус. По году ноль. Да, и когда она пошла на второй круг, и мы видим, что мы не выходим в минус, о, не выходим в плюс достаточный, так как я бы видел, а мы выходим опять либо в маленький минус, либо вообще в смешной плюс, ну, такой смешной, но подряд больше зарабатывал, чем я, то, ну, то есть он очень шаткий, как-то, мы повышаем аренду на 10%, все, мой плюс ушел. Хотя мы здорово приросли, мы там в кассах прямо в полтора раза приросли. Но я понимал, что мы дальше в полтора раза удваиваться не будем, как надо быть, а будет просто такой вяло текущий прирост, который меня еще загонит на год. Сколько? Еще минус десятка, ну, там, минус 5000 долларов за год, ну, пусть лучше они у меня останутся. Вот, поэтому мы закрыли, и у нас оборудование было на складе, сейчас мы пробуем третий формат. Это такое мини-кафе, мы его называем, то есть это не объект вот такой вот to go, да, когда ты перед окошком, а все готовят внутри. Это объект, когда ты зашел, у тебя есть стоячие или такие, ну, такие барные, барные места для перекусить. Ты подошел, вот там зона производства, она точно так же видна, точно так же через стекло, твои пончики плывут, ты наблюдаешь. О, окей, да, тут взял. И тут же встал, то есть если там дождик или с детьми, то ты ребенка на стул, тут постоял, перекусил здесь, или же вышел, по факту, там рядом с парком, вышел и пошел в парк кушать. Вот такой вариант, сейчас мы тестим. Пока он такой слабенький, не понимаем почему. Либо район города спальный, и там люди совсем по-другому себя ведут. Вот, а тут у нас, знаете, как вот целенаправленно к нам приехали, здесь центр города, здесь в основном офисы и все, здесь нету высокоэтажек. Вот, и к нам прямо приезжают или приходят за четкой целью, как вы тогда из Днепра, перекусить пончики, тут побыть немножко в этой атмосфере. Ну, правда, тут вот за домом есть парк, такой хороший детский парк. У нас часто прикатили, взяли пончики и ушли туда там кататься и в крепости лазить. Вопрос. И в ТРЦ, и в парковых зонах есть выраженная сезонность. Как себя ведут, в ТРЦ, понятное дело, летом как бы глухо, все относительно глухо. Как себя ведут мафы припарковые зимой? Ну, если говорить об этом мафе, то вот сейчас уже там на третий год я могу вот четко сказать, что вот такой жесткой сезонности, да, когда ты такой сидишь и вот лишь бы, скорее бы это закончилось, скорее бы весна, вот нету. У нас такие, знаете, мы очень погодозависимы, но так как это на уличное место, прогулочное место, то мы очень погодозависимы, как-то идет дождь, у нас кассы сразу же вот так. Мы смотрим статистику в нашей системе автоматизации, как раз просадка вышли. Вот. Точно так же и зимой. Зимой, ну какая она сейчас была зима? Зимой ты гуляешь, ты оделся, ты точно так же с ребенком все равно гуляешь. Просто он теплее одет, и тебе все равно надо куда-то пойти. У вас получается классное позиционирование. Летом ваши пончики сладкие, а зимой ваши пончики горячие. Горячие. Да, да, нормально. Вечером у нас холодные напитки, зимой больше горячие напитки, да. Мороженое просто убрали и все. Супер. Да, да, да. Да, так и есть. То есть рекорды, у нас, конечно, рекорды кассы, это где-то там май, июнь, октябрь. Вот, то есть, но зима никогда не била рекорды реализаций, но она никогда не была такая, что вгоняла меня там близко к нулю. Она все равно рентабельна, все равно приносила прибыль, все равно заставляла меня что-то дальше там придумывать, улучшаться, что-то еще, но когда есть поток средств. Давайте тогда поговорим о самой франшизе, что это сейчас стоит, что внутри, какие есть форматы и как быстро это окупается. Ну, значит, смотря, что под словом стоит, ты имеешь в виду инвестиции взагалей, да? Паушалка, сколько роялти, сколько нужно в оборудовании, вот это вот все. Потому что я просто, я маленький, маленький, маленькая преамбула, я когда свою первую франшизу покупал, это было турагентство, поехали с нами, я тогда, меня тогда сориентировали, да, надо зайти в гости, меня тогда ориентировали на 3-5 тысяч долларов, у меня было тогда 3,5 тысяч долларов. Гали инвестиции или паушалка? Общая инвестиция, мне сказали, что там паушалка, я не помню, какая была, по-моему, тысяча, полторы, я уже не помню. Ну, как-то, в общем, да, вот в общей сложности где-то должно было быть 3-5 тысяч долларов. Я посчитал, что у меня есть 3,5, думаю, влезу, ладно. Вот, когда я потом по году посчитал, что у меня туда вошло 25 тысяч долларов, ну, потому что реклама, люди не заходили, меня никто не ждал, я какое-то очередное 100-тысячное агентство в городе, несмотря на то, что я сетевое, какая-то реклама, промоутеры, билборды, вывески, вот это вот все экспериментировалось. И, соответственно, как бы, да, сколько нужно, сколько декларируете вы, сколько нужно иметь на кармане и сколько может оказаться в реальности. Ну, это ты вот сейчас четко рассказал о том, что какие вопросы, с какими сталкиваются франчези и партнеры. Ну, мы сами там тоже изучали этот вопрос. И по вопросу недоговаривания, если боятся сказать цифру вот объективных инвестиций, хотя она точно вылезет, и что лучше правильнее сказать там на старте. Вот мне тоже говорили там партнеры по, ну, не знаю, стоит ли называть, по партнеру, ну, не партнеру, а по похожему франчайзингу. Я говорю, ну, вот сказал 20, вышло 32, ну, не очень так, сильно не попал. Не считывался, да. Ну, как-то, ну, скажи ты там 20, ну, 24, зависит от того, какой ты ремонт бухаешь или какой тебе достанется помещение. Ну, 20 и 32, ну, это ж не очень не попали. Ну, хорошо, у меня там было у партнера там и все, ну, мы такие. Вот, поэтому мы не раз корректировались немножко. Вот, когда у нас появлялись партнеры уже, да, мы же все строили там на основе нашей точки. Вот смотри, мы открыли в Авроре, нам это стоило, мы все по крупицам собрали. Говорим, смотри, в ТРЦ вот с ремонтом, с этим, с этим нам вышло столько-то. То есть порядок цифр там 15-17 тысяч. По МАФу вот столько-то. Если оборудование там такое-то, ну, это зависит от... Если у вас МАФ уже готовый, просто его перебрендировать там наши цвета, там, да, как-то там поменять вентфасад или что-то еще. Вот, то дешевле просто забрендируем. Если строить МАФ, то это вот сразу считай там 7-8 тысяч будет, только железка стоит с окнами. Вот, поэтому это важная вещь. И мы корректируемся и говорим это. Лучше правильно сказать, потому что когда нам наш партнер говорит, ну, да, вы сказали 17, вышло 18 500, но мы хорошо попали. Тем временем мы решили переместиться, взять себе по холодненькому и горяченькому напитку, спрятаться от солнышка, и мы готовы продолжать. И, собственно, продолжаем мы говорить о деньгах. Да, о деньгах. Сколько стоит? Да, значит, сколько стоит в понятии потенциального партнера? Это сумма паушального взноса. Сколько? Это 3 тысячи долларов. Это стандартная сегодня, вот если говорить о коллегах, там формата Франсуа, там первая пекарня твоего места и прочее, они уже, по-моему, чуть больше продают. То есть форматы, такие, знаете, какие-то франшизы уличных прицепчиков, это может быть 1000 долларов или там 500 долларов. Паушальный взнос 3 тысячи, 4 с половиной тысячи евро стоит машинка европейская, 14 тысяч долларов американская. Это по выбору кто как? По выбору, да. Мы можем предложить 14 тысяч, только сейчас завожу уже нее не я, а по договоренности направляю на представителя этих американцев в Украине, которые уже есть. Я когда говорю, что я тоже там завез за 10 с чем-то, они говорят, ну, во-первых, они уже там два раза поднялись с того времени, как ты и брал, уже поднялись у них цены, плюс все-таки, ну, там, не ломайте рынок, давайте не будем, ну, там, НДС, налоги, все дела. Хотя я завозил тоже все официально. Порядка 2000 долларов, две там с копейками или евро, если уже в евро начали, 4 с половиной пончиковые, 2 100, 2 200 – это кофемашина, это автомат кофейный, формата ВМФ – это бэушный аппарат. То есть мы говорим, опять же, у вас есть выбор, вот есть компания, которая, мы рекомендуем машину ВМФ, ну, это вот аналог Франки, есть Франки-Франки, которые вот вы видите на ВОГах, на ОКО машинке. Которая все делает за тебя, тоже, чтобы из человеческого фактора, чтобы подставил кнопочку и все. То есть приезжают специалисты, настраивают, как под наш кофе, ну, под наш кофе, под ИСЛУ, настраивают кофе, они уже научились, они настраивают не только для нас, а по Украине, в целом у нас мы продаем кофе по Украине. Вот они настраивают машинку на наш кофе, настраивают все капучино, все напитки, латы, фрапучино, все, что хотите, делают вам кофейную карту, настраивают на кофе, делают закладку определенную и вперед. Эта машина, сервис – это у них, то есть мы даем наших партнеров, у которых ты можешь купить новую машинку и договориться с ними о сервисе, я тут не вмешиваюсь, то есть ваши договоренности, там может быть разная система, оплата за вызов или обонплата месячная, и он выезжает, когда не позовете, вы сами решите. Вот другой вариант, у них есть машинки, откапитальные вживани, так сказать, то есть привезенные с Европы, сделанный капитальный ремонт, так как они представители ВМФ, они делают их ремонт из оригинальных запчастей, вот и появляется, получается машинка, которая может быть, ну, там, лет 10, но она стоит 2 тысячи, а не 9, как новая. 9 тысяч? 9 тысяч стоит, наверное. А сейчас очень популярны аренды кофейных автоматов. Вы рассматриваете ли вы такие варианты? Это нечто похожее. То есть вариант первый – это приобретение БУ, ну, вариант первый – приобретение новой 9 тысяч, приобретение БУшной – 2 100, и аренда у них же, вы берете машину, которую выберете, возможно, БУшную, и платите им аренду. Можно такие варианты, это зависит от того, насколько человек, ну, жестко бюджет на этапе инвестирования. Следующее заметное инвестирование – это тестомесильная машинка, комбайн, который будет месить тесто, ну, это порядка, там, 12-13 тысяч гривен. Столы нержавеющие в формате этого киоска столы будут стоить тысячу долларов точно. Ну, то есть это нержавеющая мебель, назовем, которая по саннормам необходима. Раковина, столы, разделочные столы, приготовительные столы, столы под машинку. Вот, ну, и мы говорим и допускаем вариант, что может быть заметно тоже инвестирование в вентиляцию. Вентиляция может стоить, там, от 15 тысяч гривен до пары тысяч долларов. Зависит от того, куда вам надо вывести вентиляцию. Если это пончиковое в доме, то вас, скорее всего, заставят вывести трубу по задней части дома, на крышу. Вот это может стоить денег. А так, оборудование, которое двигатель и зонты, это на уровне 15 тысяч гривен. Вы упомянули, что мафы стоят где-то в районе 8 тысяч долларов. Вот его сварить, поставить окна. Вот такого плана? Да, вот такого, где-то так. Да, да, 1150 точно. То есть либо можно бэушку какую-то купить? Или 6, ну, хорошо, где-то 150 тысяч, порядка гривен. Можно либо бэушку покупать, либо уже делать свою. Да, 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 можно, конечно. Если бэушку, то можно там 3-4, да? Можно купить, да. Я думаю, что есть умельцы, которые делают мафы, там, и за 60 тысяч гривен он будет стоить. Ну, он очень брус. Да, там будет какая-то такая сороковка профильная труба. Вы будете очень мерзнуть зимой, и потом очень жарко летом. И его там, знаете, его кантовать, он у него есть вот такой вот жидкий. То есть его делают на то, чтобы, знаете, так вам подсунуть и работать. Вот, поэтому, ну, мы делали так, что для себя он хорошо утеплен, он из хорошего металла, полом, дном и всем на сайте. Вот. Вот, по сути, это основное из оборудования. То есть в целом где-то порядка 8 тысяч на оборудование, плюс 3 тысячи паушалка. И остается дальше ремонтная работа. Ну, как-то либо строительство мафа, либо ремонтное в вашем помещении. Это уже зависит от того, какое помещение или какой маф вам достался. То есть получается где-то... Вот так выходит где-то 1017. Вот по нашему почту. До 20, я думаю. Да, потому что там по-любому... До 20 точно. Да, у нас... Если американец, то до 30. Если американец, то да, то сразу добавляйте, ну, десяточку добавляйте. Сюда же входит и закупка смеси или это дополнительно? Вы имеете в виду первый заказ? Первый заказ, да. Да, это очень хороший вопрос. Да, правильно. Мы его сейчас тоже стали включать в первоначальную инвестицию, потому что она реально на уровне тысячи долларов. Первоначальная поставка где-то всегда... Это там сколько-то смеси, кофе, стаканы. Она такая заметная, что она на тысячу долларов. И когда люди бывают там под ноль, потом еще закупиться, ой, а можно мы будем отдавать долго? Ну, мы говорим там, отсрочка платежа такая-то, но за первую рассчитайтесь там за неделю, потому что, ну, я тоже не могу там датировать на тысячи кого-то. Я многое, я же закупаю тоже сам. Вот, поэтому это правильно. Но 17... Вот, район 17 тысяч. У нас несколько партнеров, открывающихся в разных городах, формата Львов, там, Киев, они в 20 вписались. Поэтому мы сейчас говорим эту цифру и как первоначальная инвестиция. Если говорить об окупаемости теперь, да, продолжить о финансах, вот, то окупаемость мы тоже можем... Ну, у нас есть такой некий расчет при такой-то цене, при вот такой-то там наценке, да, при такой-то стоимости аренды, там, планируемой, там, 25 тысяч гривен, там, где-то так стандартная аренда, вот, то мы декларируем от полутора лет окупаемость. Но здесь, ну, я говорил, год у меня был вообще такой активности, никакой не было, ни маркетинговой, ничего. Ну, с первым вы тренировались на кошечку? Да, с первым мы четко вот тренировались, но вот я принципиально не рекламировался, ничего не делал. Он такой органический прирост был, то есть мне надо было подружиться с местной публикой, я вам говорил, да, если бы я начал рекламироваться, у меня тут и общественники были, которые хотели меня снести. Ну, это везде такая вот есть штука, разные города по-разному, вот, кому-то просто немножко зависть, и как это так? Вот, хотя, знаете, вот насчет этого места мне многие говорили, ну, ты и место себе нашел. Вот в первый год все говорили, тут вообще трафик никакой. Вот если по всем канонам сейчас поставить сюда человека, посчитать 9 утра в 12, 5 вечера, он скажет, место забраковал и пошел. У меня забракует. Вот, но, но я тут живу недалеко, я понимал, что это, я понимал близость парка, я понимал, чем я потом смогу трафик привлечь. Ну, вот эта вся красота, это тоже своего рода якоря такие. Вот, ну, у меня это получилось, но, блин, на третий год, знаешь, не сразу. Вот, но на третий год у меня все говорят, конечно, ты место нашел классное, вот ты место. Я говорю, подождите, а это не вы были тогда 3 года назад? Вы же мне говорили, ну, ты место нашел, ты че, там вся жизнь на той стороне, как минимум на той стороне бульвара, а здесь мертвая зона. Тут больница, поликлиника, там ДК, все покрутились вот там, и там, здесь вообще никого не бывает, не надо притянуть людей от проспекта сюда. Вот, но те же люди говорят, не, место классное, я не говорил мне. Вот, поэтому вот такая вот ситуация с местом, и это важно, и надо подбирать, конечно, людям, и от этого зависит окупаемость. Сколько платят франчайзи и роялти? Какой роялти? Роялти у нас 2% первый месяц, потом 3%, со второго месяца 3%. Очень по-божески, очень-очень по-божески. Да, и еще такой большой плюс, я вам скажу, что, по-моему, не все это делают далеко. Мы пользуемся системой автоматизации постер. Это, по-моему, кстати, днепровские ребята. Вот, очень ее рекламируем. Вот, нам она нравится, очень классная. Здесь может быть ваша реклама, ребята? Имейте в виду. Ну, постер надо точно сказать. Вот, мы и на выставке встречались, я говорю, я вас рассказал. Вот, хорошая система, то есть, ну, на планшеточке, все удобно. И система автоматизации у нас есть разный набор пакетов. Ну, то есть, там, какой-то самый простенький пакет. Но это же одних зависит. Абонплата, да. Что уже постер предложит. Да, постер говорит, самый простенький пакет, у вас есть просто касса за день и там инкассация, что-то еще. Там более сложный пакет, вы можете там вести склад, что-то там еще, там разные доп-функции появляются. У меня пакет самый дорогой, он 975 гривен в месяц стоит, это абонплата. Вот, но в этом пакете, он так и называется франчайзинг. То есть, это, я вижу всех своих франчайзи, ну, мне это и по роялти надо. Вот, я все свои точки тоже завел туда. Вот, и мы платим столько с каждого объекта. Но там очень классная аналитика. Вообще, то есть, можно делать миллион акций, там, по продукту, какие-то там счастливые часы, знаете, там, в часы по продукту, в часы по клиенту. Что угодно можно делать, и вся эта аналитика собирается, и очень классно в виде тебе демонстрируется. То есть, это не просто инкассация, приходовали, там, расходуется, все, там, ноль, заминусовало, и все, там, бухгалтер видит, что там происходит со складом, или закупщик. А она очень классная аналитика, плюс, там, ну, приложение в телефоне, я тоже смотрю, и оно достаточно неплохим. Ну, мне хватает, вот, для инструментов, воздействия на точку, или, там, вопросов каких-то, там, моему управляющему. Вот, поэтому, классная система, и мы платим за нее с роялти, понял, Саша? То есть, нам платят 3% роялти, а я еще за свои деньги плачу за них вот эти 975. То есть, мне остается сильно меньше. Насколько я слышал, ребята из French Bees, вот недавно они, попалось интервью, они, по-моему, Роман говорил про то, что сейчас адекватные проценты, это 6-9, что ли? Или, может, я путаю? Да, ну, они работают, 2-3, это совсем так. Совсем, ну, 2-3, это первый месяц, это, знаете, первый месяц у вас, первые три месяца у вас продолжатся убытки еще и инвестирования, это 100 пудов, это так всегда, и так будет. Вот, поэтому мы и так входим в ситуацию франчези, немножко его подтягиваем, чтобы не обременять еще в первый же месяц. Да, многие франчези начинают повышать, потому что, ну, мне еще, знаете, как там всегда будет эта штука, что ты даешь на это роялти. Ну, то есть мы любим считать чужие идеи, знаете, вот такая вот штука. Вот, то есть, когда ты даешь банк фото, банк акций, с подробными описаниями акций, вложений, там, ее, сколько она принесла клиентов или выторга, это тоже дорогого стоит, тебе уже не надо ничего придумать. Когда мой дизайнер сопровождает вас, вот, а он у меня сидит на зарплате и вам клепает листовки, там, акции, там, и прочее остальное. То есть, а вы мне за это заплатили полторы тысячи гривен в месяц, ну, там, у меня что-то там не осталось, ну, по-разному зависит от кассы. Ну, это вы никогда в жизни никого не найдете на полторы тысячи за то, что я вам предоставляю. То есть роялти в вашем случае – это маркетинг? Ну, по сути, да, мы сопровождаем, мы помогаем, мы… Я дизайнера держу под таймера, который рисует и мне, и рисует всем франчези, что-то там. Мне говорят, у нас день города, окей, давайте вводные, мы рисуем и запускаем акцию для вас, она все ему нарисовала. Круто. Если он обратится в какое-то агентство, ему это будет стоить денег больше, чем… Вот, поэтому каждый франчези, когда франчезер, когда начинает, повышает эту стоимость, либо она, ну, она может быть обоснована просто жадностью, и он уже такой, ну, вот, раздувшийся там, да, ну, там, мощный, он чувствует себя, что к нему бегают, просят, у него очередь, есть смысл повысить. Либо же он тогда уже должен что-то все-таки предоставлять партнеру. Например, он уже подтягивает национальную рекламу, да, то есть, ну, там, вышел Франсуа уже на тот уровень, что его знают в каждом городе, и все. Он там, может, дает, я телевизор не смотрю, не знаю, может, он дает рекламу по национальным каналам, и это же работает и на каждого партнера, да, то есть, ну, ничего себе, мы там банда, да, уже. Вот, тогда, ты же понимаешь, что национальном канале это стоят миллионы, вот они с этих денежек идут. А, ну, хорошо, давайте, у меня никогда в жизни не хватит даже на местном канале сделать, а тут вы прямо под центральным. Ну, то есть, обычно франчайзеры обосновывают рост роялти. Либо они подключают как-то уже маркетинг, заметно, ну, там, силами своих маркетологов, там, чего-то еще. Может быть, они берут соцсети, начинают вести странички. Но вот есть разные условия. Есть, мы там вот, у нас тоже есть разная схема. Вы создаете страничку «Майстерня Пончики» в Черкассе, допустим, да? Вы сами ее ведете, или наш СММщик будет. То есть, обычно мы приходим к тому, что все-таки ведет локальный человек, у них там свой, но мы ему даем материалы. То есть, мы ему даем банк, фото, текстики какие-то, там, корректируем его тексты. Мой копирайтер. Ну, чтобы он не написал какую-то там ерунду, мы просматриваем. Вот, мы помогаем. В плане, возвращаясь к роялти, я так понимаю, что ваша монетизация еще и в смеси. Да, да, вот основная все-таки в сырье. Роялти – это такое, знаете, вот это, по сути, мы в развитии. Все пускается, их ли, наши ли. А на смесь, на поставке сырья – это то, что остается какой-то наш заработок, который греет душу, что не сам открыл, а все-таки кто-то, и наше имя там где-то поддержится, и чуть-чуть денежками это возвращается. То есть, мы поставляем смесь, мы немного наценяем, но мы окупаем затраты тех людей, которые работают. Я окупаю. Да, у вас демократичный продукт, демократичные цены. Возможно, все будет хорошо. Будем надеяться. Ну, у нас, видите, по тому количеству, что я назвал, у нас нет, знаете, такой вот агрессивной задачи, там, 4 в месяц, или сколько-то там еще. Мы, конечно, там себе построили, ну, в эйфории нашего объекта, и все построили, сразу планы, что у нас там будет минимум по одному в месяц. Но мы потом поняли, что и мы не потянем столько. Вот, и, ну, даже вот своими силами, там, макеты, проектирование и прочего. Вот. И потом поняли, на партнерах, которые приходили и уходили, у нас такие были опытом, тоже небольших городов, которые, знаете, вот так вот залетел, не пошло, начал вводить какие-то новые продукты. А у меня же касса плохая, там, знаете, вот это вот наше желание, там еще хот-доги, а еще бы шаурму, потому что у меня спросили. Говорим, слушайте, вот вы пришли все-таки к нам, как за шаурмой, или все-таки за пончиками? Ну, люди спрашивают, им надо поесть. Ну, люди спрашивают, надо поесть, у нас тоже есть бутерброды. Но шаурма это там не то, основное все-таки пончики. Бутерброды вы ввели такие? Мы ввели бутерброды, да, потому что, ну, там есть, мы решили, что мы, целевая аудитория, это семья, вот, новая семейная традиция у нас. Там есть отец, который нужен мясо. который сказал пончики, я не понял, дайте мясо. Вот, ну, я сам такой, хотя у меня дети любят, как раз по Нине, они пончики едят, как десерт, а по Нине на двоих, но бутербродик мы им делаем, это наши булочки с пекарни, вот, это даже у нас, знаете, своего рода было так, вот, я называю наш город зашаурмленным, вот, у нас очень много шаурмы, и не один наш город зашаурмили, вот, и у нас это такой, европейские бутерброды, у нас классные сэндвичи, или в булочке для панини, на гриле, то есть вот такие, это не шаурма, это европейский бутерброд, вот, как вся Германия на таких бутербродах, вот, мы европейские бутерброды в противовес шаурме, которая наводнена, как будто мы арабы, вот, Поэтому это мы тоже допускаем, но вот, а давайте еще спичем пончик такой, потому что у нас хотят большой. Я говорю, вы же к нам пришли, как мы вам рассказывали, вся миссия, все шло из того, что большой это не то, маленький на один укус. Перечитайте, пожалуйста, наш бренд-бук. Да, я перечитал, но люди спрашивают. Ну, то есть мы поняли, что надо более кропотливо подходить к подбору партнера. Вот лучше, знаете, как, ну, не гнаться вот за все, лишь бы там продать, да, и потом вот этот вот, ну, минус это открытая и закрытая точка всегда для франшизера, количество закрытых точек это минус. Но минусы получается от того, что ты хватал всех подряд, а потом понимал, что человек вообще думал, куда приткнуть 20 тысяч долларов. У него все в порядке, он там туда 20 тысяч, туда 20, туда, а нам надо искать людей, которые хотят этим заниматься. Я буквально недавно смотрел фильм «Создатель», да, про Макдональдс, буквально, я так понимаю, путь франчайзинга, франшизодателя, он, наверное, идентичный, когда вот твоя франшиза зарождается, да, и ты к чему-то идешь, ты понимаешь, у тебя все четче и четче вырисовывается портрет твоего потенциального партнера. Ну, сколько он тоже помучился. Они нашли механизм воздействия на партнеров, когда земля и здание их, и Макдональдс идет по этому же пути. Он же пришел к тому, что земля должна быть твоя. Помните, он в банке встретился с каким-то этим. Это моя, да. Нет, я франчайзи, я не могу франчайзи покупать землю или покупать киоски, да, и поэтому начинается вот это, можно я веду хот-доги, можно то, а потом это утопия начинается. Вот. Но мы на старте с каждым франчайзи, с каждой пришедшей обратной связью, а вот нам бы в городе еще то-то, мы на старте уже начинаем говорить. Это объект, это монопродукты. Максимальный ассортимент это вот то-то, то-то, то-то. У вас будут вот такие-то, такие-то вызовы, не надо на них вестись. Не надо. Вы гните свою линию, вы пришли сюда за этим. Вы потом, ну это, это как учит Федерев тоже, он говорит, если у тебя есть четкий, у тебя есть четкий продукт, четкая целевая аудитория, в нее иди, не надо еще. А как же бабушки, они же тоже захотят какой-то продукт. Бабушки, ну да, они ходят мимо, надо же и молоко поставить, вдруг бабушка спросит, это же еще 12 гривен выторога. Ну да, и преподаватели часто на это бросаются, вот не надо. И тогда, когда мы четко обозначили все-таки, зачем вы сюда приезжаете, за каким продуктом, мы не обманываем ваши ожидания, вы приезжаете все время за вот этим вкусом, этим продуктом, вот так-то поданным, в таких условиях, с такой улыбкой. Все отлично, тебе нужны эмоции, ты приехал еще раз, еще раз, еще раз. Ну и это уже ты настраиваешь. И мы так уже проговариваем в Сан-Чези, и когда видим, что он такой, ну я не знаю, ну я поставлю управляющего. Вот для нас это такое, знаете, это вот, у человека у него какие-то шальные деньги залетели, да. Мы хотим, чтобы был такой вот, по духу предприниматель, как наш, вот так же влюбился в этот продукт и горел этим. Вот мне, допустим, ну, наверное, может быть, потому что у меня есть какой-то еще один, ну там есть еще доход, и этот там добавляет. Но у меня за два года он бы окупился, или за три, мне было вообще непринципиально. Ну вот, непринципиально. Я верил в него, я шел, я продолжал довкладывать. Ну, по идее, мне могли бы сказать, когда уже деньги там окупим, да. Но если ставить себе вопрос, то или если не окупается за два года, я не иду в этот проект. Я немножко боюсь этих людей, вот, которые так приходят, что мне надо окупиться за год. Они даже не говорят два, они говорят год. Я говорю, это не к нам, это к наркоторговцам, ну или я не знаю, кому еще. В наше время сложно придумать, ну я не знаю там, как войти в индустрии. Сложно найти бизнес, который за год вернет тебе инвестиции, ну там формата 20-20, вот таких вот, ну вот таких каких-то инвестиций, сложно. Стритфуд приносит сейчас деньги, стабильно приносящий деньги продукт. Вот он сохранился. Он не сильно, в карантин не сильно пострадал, вот такой тугоу. Мы продолжали работать, мы получили кучу новых по кофе клиентов. Потому что мы работали на тугоу, рестораны, кофейни позакрывали, а нам вот так вот, ну мы тут ограничили вот эту площадку, мы все закрутили, мы нельзя было сидеть, но кофе работало, и мы не сильно просили в карантин. Круто. Да, и мы говорим людям, что в принципе, видите, даже карантин, который просто всех парализовал, мы все равно работаем и приносим деньги. У меня в пекарне даже сейчас там не очень дела, потому что, ну конкуренция, пекут супермаркеты, там еще что-то. И я вот никому не порекомендую сейчас там заниматься там пекарней, потому что это далеко уже не такой прибыльный, как был 15 лет назад. А стритфуд, ускоряется стиль жизни, еще что-то, люди ищут. Хороший, классный стритфуд потихонечку приносит денег. Но не требуйте окупаемость там в год, вот не требуйте. И ты вот скажи сейчас какому-то европейцу, у тебя проект окупаемости в три года. Он скажет, охренеть, насколько надо денег, давай я волью. Потому что они привыкли к окупаемостям в 5 лет, в 7, в 10. Для них это нормально. А для нас мы привыкли так, я сейчас дам, ты через месяц 2 года ты там все денежки отобьешь. Блин, все, не бывает так. Вот надо немножко уже переходить. Ну, конкуренция, насыщенность рынка заставляют уже в меньшей марже уже людям жить. И значит, вот эта вот окупаемость в более длительные сроки, скоро мы с этим смиримся. Вот те, так сказать, инвесторы, которые привыкли за год, скоро их будет все меньше. Им придет осознание, что так нельзя. Ну, что такого уже нет. Опять говорю за свой рынок, я не очень знаю каких-то, не понимаю в биткоинах и прочих. Может там не так. И они сейчас посмотрят нас и будут смеяться. Парень, ты вообще не понимаешь. Сложи, вложи на форекс. Если говорить о вас как о человеке, как о предпринимателе, как вы переключаетесь, как вы отдыхаете? Ну, насчет хобби я часто повторяю, что хобби – это моя работа. Вот, переключение, как это, перемена труда – это отдых, да? То есть переключаясь с одного на второе, и это, ну, так всегда было в моей жизни. Я когда, знаешь, так ловлю себя на том, что так, ну, незаметненько так ты занимаешься бизнесом, годы так идут. Ой, я 25 лет занимаюсь в пекарне. И потом думаю, а этим хвастать надо? Или наоборот, это, типа, ну, как так, 25 лет на одном месте? Но, если говорить о моей жизни, ни один из этих годов не был у меня скучным. Вот никогда. Ну, либо потому, что это производство. И производство – это, ну, это другой уровень бизнеса. Это другой уровень вовлеченности, там, ответственности, заинтересованности в нем, ну, и вообще ведения бизнеса. Ну, просто купи-продай – это одно, знаете, такие риски. А производство – это вот такое, знаете, жизнь нон-стоп. То есть я привык, ну, тем более, к пекарне. Мы, я шучу, мы включаем свет 1 января, выключаем 31 декабря. Вот у меня есть такое помещение, в котором не выключается свет никогда. Ну, там есть пересменка краткосрочная, но никто даже не знает, где эти выключатели. Они, ну, там нету дневного света, и свет всегда включен. А мы работаем 24 часа 364 дня, отпускаем людей домой только 31 декабря. А первым вечером они опять выходят на работу. Поэтому выключаем и на эти сутки. И так получилось, что у тебя и стиль жизни уже такой столь. Ты не можешь, ты такой ложишься спать, а там же производство идет, и у тебя постоянно включены мозги, и это плохо. Поэтому переключаюсь я только вот таким отвлечением на какие-то другие дела. И эти 25 лет не были скучными, я придумывал себе что-то новое. Там, создавал новый продукт, пошел в пончики, увидел что-то это, создал новый цех. У меня три реконструкции пекарни прошло. Мы там проводим экскурсии на производство, я надыхаюсь и получаю удовольствие от того, как нравится мой цех там все детворе или взрослым, которые его видят. Иностранцам даже приезжим к нам, они говорят, у вас европейский уровень производства, это здорово. Меня это надыхает там дальше. Создал это, думаешь о чем-то другом. Ты живешь от проекта до проекта, и вот тебя реально вдохновляет процесс проекта. Я начинаю очень сгорать, когда он заканчивается. Поэтому я придумаю вот это новое либо в нем, либо новый проект. Вот так. Вот. Ну, отвлекаюсь немножко там какими-то тренировками, там, спортзалом. Вот такое. Это регулярно. Меня это, я в этом тоже увлекаюсь, как вот сейчас увлекся там бразильская джиу-джитсу. Меня очень задело. Но там тоже такая, знаете, интеллектуальная борьба. И это очень интересно. Знаете, как есть такая шутка у джиу-джитсеров. Бразильским джиу-джитсу надо заниматься или в 13 лет, или сейчас. То есть для всех возрастов. То есть ты такой, в 45 раз чем заняться? Бразильская джиу-джитсу. Как раз ты вот подходишь. Такой небанальный выбор. Хорошо. В таком случае, если бы не пончики, если бы не пекарни, чем бы занялись? Если у вас вот, вас абстрагировать от вот этого всего. Я понимаю, что это ваш жизненный путь, но что бы это могло быть? Вот эта производственная закалка, назовем ее. Ну, у меня таких, знаете, два противоположных полюса. Первое, вот эти вот 25 лет работы на одном предприятии. Я иногда думаю, я, наверное, страшно скучный и неинтересный, бояш об одном продукте. По сути, вокруг одного продукта кручусь. Вот. Но потом я понимаю, что так как это производство, о производстве возникает вопросов миллион, и мне сейчас любое производство дает, там очень похожие процессы. Будь то хлеб, или будь то там производство чего угодно, я знаю, как вести, как организовать и вести любое производство. А кофейное производство, что я вам говорил, то есть я, мы проехались с партнером, посетили три страны, посмотрели кофейное производство, глянули оборудование, и я построил кофейный цех, и теперь мы делаем это. То есть мне было интересно, я просто глянул, нюансы я уже знаю, куда посмотреть, какие вопросы задать, и потом построили просто оборудование. То есть это было бы производство, но чего-либо? Это было бы точно какое-то производство, потому что я думаю, что я уже другое не смогу, с другим ритмом и этим, мне хочется. Ну я, наверное, просто вот созидатель по натуре, я или бы что-то строил, вот, ну просто вот строить, созидать. У меня киоск тоже надо построить, я его чертил, проектировал, вот, то есть мне нравится строить, вот, я делал внутри реконструкцию себя на предприятии с каким-то старый завод, я из него делаю что-то, помещения, этажи строю, проектирую сам, я не брал инженеров, не нанимал инженеров, я сам проектировал, строители по этому строили, вот, поэтому это я умею и важно, стройка это созидание, новый продукт это созидание, то есть мне нужно что-то, все проекты, что-то новое создать, вот, наверное, вокруг это бы я, меня бы увлекало и только это могло бы меня увлечь и я бы это мог делать, наверное. Бизнес-сообщество, я знаю, что вы входили ранее, либо же сейчас еще там, да, не будем называть конкретно бизнес-сообщество, что они дают конкретно вам? Ну, смотрите, любые, я очень во многих за свою жизнь был в сообществах, был и есть, но есть у нас локальное бизнес-сообщество, я там в президии нашего, там, бизнес-союз, это объединение бизнесов Запорожское, которое, знаете, как мы называем это, конструктивная оппозиция, можно сказать, или просто конструктивные чудаки, которые, их настолько много и мы настолько разные, часто производственники, что мы понимаем, как сделать лучшее, чтобы наше производство там процветали, налоги увеличивались, там, создавался продуктом и так далее, мы с этим, ну, что власти надо сделать, чтобы бизнесу жилось легче, то есть мы не выходим с каким-то критикой власти, как обычно общественной организации, знаете, там все плохо, а как хорошо, не знаю, как хорошо, а плохо, вот, мы выходим плохо, потому что вот это, а как лучше, а лучше надо вот так, вот так, вот это бизнес оценят, это бизнес лучше, и вы, как у вас, только заработаете дивиденды, если сделаете вот так, вот в таких бизнес-сообществах мне нравится быть, я, как своим опытом понимаю, что надо сделать, даже там, будучи там и в местном самоуправлении, мне пришлось поработать, я был в исполкоме горсовета, понимаю, как работает муниципальная система. Сегодняшнее сообщество, в которых я состою, то же самое, это сообщество людей умных, которые либо через свой опыт дают мне обратную связь, как мне улучшится у себя, там, еще что-то, то есть есть люди, которые очень авторитетны для меня, и мнение и опыт, которых в разных, в каких, в неких направлениях, в которых я чувствую, что я там или не связывался, или там не силен, мне очень сильно помогают, вот такие сообщества мне нужны, ну, мне важно там дальше учиться и получать какую-то информацию, вот обмен опытом, это тоже информация, то есть кто-то прошел этот путь, это очень важные вещи, у нас бизнес часто, но это наш украинский менталитет, мы же радуемся, когда у соседа хата сгорела, да, но не когда мы построили новую, когда мы построили больше, чем у соседа, это одна радость, а вот когда у него сгорело, это, блин, больше, вот, поэтому вот это украинский менталитет, и поэтому мы, мы никогда не рассказываем ни о своих достижениях, и сами варимся в своих проблемах, и вот мы сейчас выводим наш бизнес на тот уровень, поделитесь своими достижениями, потому что вот те чудаки, которые варятся в своих проблемах, вы, возможно, их уже прошли, и мы тогда, они меньше на это потратят время, все мы станем сильнее, если сильные, знаете, не может быть сильный один бизнес, когда вокруг голодранцы, мой бизнес не будет сильный, если у людей нету денег, то есть хорошо зарабатывать, когда все одинаково, почему в Европе хорошо, потому что все одинаково в достатке живут, и все, у них уже там не считаешь копеечки, дороже, ничего страшного, люди в состоянии платить, поэтому задача, чтобы люди в целом стали богаче и быстрее, поэтому если я прошел какой-то путь, я с удовольствием, мы начали делиться друг с другом, смотри, чтобы вот эту систему настроить, не иди вот таким-то путем, сделай вот это, вот это, уже у тебя будет, вперед, там, запускайся, а потом сделаешь вот эти процессы, в этом месте это быстрее, дешевле, окей, все, а мне тут навалили, или я там думал, что это теперь нанимать людей, целый штат, не надо ничего, это сделай, вот я даже, как у меня алгоритм, как я прошел, все, и классно, и ты думаешь, ну и что, то есть он, как-то я стал слабее от того, что я поделился, от того, что он ускорился, он даже, мне совсем не конкурент, ну мы, мы можем даже не пересекаться, но очень часто вот так, мы не пересекаемся, где-то даже коллаборироваться. Да, да, коллаборация тоже возникает сразу. В конце, небольшой блиц, любимая книга, любимый фильм или сериал и любимое блюдо? Ну, любимая книга, я с недавних пор, я люблю бизнес-литературу, но не сложную бизнес-литературу, знаете, там, как настроить финансы, предприятие, блин, труба. Ну, цель интересная книга, все ее читали, конечно, классная, она и классна тем, что она как художественная, да, с элементами бизнесовых, там, настроек, вот, но мне очень нравятся все-таки автобиографические книги известных людей, которые вот четко раскладывают по полочкам свой бизнес. Это «Продавец обуви Фила Найта» про Nike, вот прямо рекомендую, охрененная книга, я ее так кому-то дал почитать, не могу вспомнить теперь, кому. Короче, она у меня ушла, я сейчас ее хочу опять купить, перечитать. «Фил Найт» «Продавец обуви» и, ну, Стив Джобс, вот эта автобиографическая книга, его тоже очень классная. Я сейчас и про IKEA прочитал еще, ну, она такая меньше цепляет, вот эти две, конечно, вот очень круто. Любимый сериал, вот, я на свою беду никак не могу начать смотреть сериалы, у меня жена уже начала, и так, знаете, это, ну, там, в телефоне вечером уложили детей, и до двух ночи пересмотреть все восемь серий, вот это она уже практикует, а я пока не могу это начать, но... Потому что у меня же там производство лежит. Да, 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 не потому что я таки уже сплю, вот, но парочку там таких, которых там друзья сказали, там хочется уже посмотреть, но поэтому сериалы, вот, не могу сказать. Фильм, ну, фильм сейчас опять пересмотрели «Форест Гамп», ну, классный фильм, вот, четко. Мне вообще нравится с Том Хэнсом, мне нравится и вот этот, и Гудзонский ястреб, да, или как он называется? Салли, да, он у нас в приводе был. А? Салли, по-моему, у нас в приводе был. Да? Ну, когда он посадил на самолет, на воду, тоже очень хороший такой психологический, все, хорошие фильмы, вот эти вот, это точно. Блюда? Люблю, люблю есть и готовить борщ. Вот, и у меня такой простой украинский этот, вот, не могу сказать, что там особенно там какие-то... Просто люблю хорошую еду в любимом, любимой кафешке, а если дома, то вот сам пристрастился готовить борщи, немножко с ними экспериментирую, с удовольствием его тоже делать. Тем временем мы сейчас переместимся на производство, посмотрим, как готовятся те самые пресловутые, знаменитые запорожские кончики. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Алексей, вам спасибо большое за интервью, вам развитие, вам, я не знаю, достичь скорейшие первые сотни ваших точек, и развивайтесь, и ждем вас в Днепре! Спасибо! Будем!